Вы слушаете Радио Болтком. Телефон для благотворительных звонков 9300-6384. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина и помогает нам включать зелёную лампу в помощь семье, в которой пятеро детей и одна девочка нуждается в серьёзном лечении. Нам помогает нам включать зелёную лампу для них. Сегодня гордость латвийской национальной оперы, звезда мирового уровня, Санура Вайца, сопрано. Здравствуйте, Санура. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Давно вас не видели в нашей студии. И прежде всего хотим вас поздравить с наградой, которую вы недавно получили. Вы были лауреатом двукратным большого музыкального приза, а сейчас вы получили в третий раз большой музыкальный приз. Буквально 8 марта, по-моему, да? Да. И на вашей страничке вы написали, что это было для вас неожиданностью. Конечно. Я же первый раз. Просто было всё это закрытое время, и как-то до этого директор оперного театра мне предлагал сделать человеческий голос Пуланько. Всё это время было закрыто, и я поняла, что я сама хочу его сделать как режим. И мне была шикарная компания, там Инна Сыпанова подключилась, и мы там втихую, сами. То есть используя время пандемии. Да, мы сами тут это всё творили. Ну, конечно, мне казалось, когда мне позвонили, что наша продукция уже номинирована, тогда у меня это уже был сюрприз, потому что я же первый раз это делаю. Ну, так. Как режиссёр. Это ваш дебют режиссёрский. Да. И так же вы исполняли главную роль. Да, да. И, ну, как-то, ну, я думала, ну, ладно, вот как меня пожалели, мне поставили там номинации. Думала, я и Аги, и мы там ехали ещё туда и говорили, ну, ты знаешь, это уже так здорово, что у нас номинации, и всё. Потому что я не верила, что там можно что-то больше получать. Да, и мы даже сидели, у меня всегда холодно, и я там в таком, в тёплом таком оделась ещё. И она, мы оба сидим и вдруг слышим, что это нас вызывает. Это было действительно, у нас вообще не, мы не подготовы ничего не говорить. Ну, как-то, ну, вообще на это, ну, просто думала, ну, пойдём, посмотрим, как всё хорошо. Если бы знали заранее, наверное, вы по-другому бы нарядились. Самое интересное, что там были, не знаю, сколько там, шесть мест на каждой там продукции, и мы пришли только втроём. Я, Агия и гримерша, и мы все как-то оказались в голубом платье. Ну, вообще не разговаривали, просто, ну, вот так получилось. И тогда по дороге, просто мы думаем, что вообще сказать, как что делать. Ну, очень-очень, конечно, мы счастливы, благодарны, благодарны и жюри, и Богу, конечно, за всё это. И это даёт такую силу, что-то дальше начинать думать, да. Я говорю, у нас шикарный состав был. Мы мало все люди, которые там, потому что в первом спектакле, там Менот и Телефон, там двое, а во втором там одна только. Ну, и концертмейстер, и Маарис Жагарс, и баритон, Наор Синдзерс, и потом все, которые за сценой работают. Вся команда. Вся команда. Но мы хотим уточнить, что это вот, да, это большой мультимедийная моноопера, чем занималась Сонора, пока все мы ныли, как нам плохо во время пандемии, а кто-то делал дело, да. И вот эта мультимедийная моноопера, театра Аперетты, «Цилвайка балси Телефонс», да, «Голос человека Телефон» называется, состоит из двух частей, и там две… Две разные оперы, от которых я сделала одну. А при чём там телефон, вот объясните? Это в то время рождались, когда в дома начали завести телефоны, и, ну, что делали женщины, когда они остановились дома одни? Говорили по телефону. И поэтому очень многие там композиторы в то время это включали, ну, в свои оперы там даже вот эти две как раз для телефона. И получается, что первая опера там парень не может, ну, никак её как «Билдинат». Ну, он хочет ей дозвониться и сделать предложение, да? Да, он хочет ей сделать предложение, но она всё время по телефону разговаривает. У неё занято. Да, не занято, он пришёл, а ей некогда его даже послушать. И что он делает? Он уходит из дома. И вы играете эту красавицу. Да, он уходит из дома и звонит от телефона, от улицы. И тогда она слушает. То есть через телефон, общение через телефон? Да, через телефон. А вторая опера, где эта женщина звонит и ждёт звонков от бывшего друга, с которым она проводила пять лет вместе. И они, ну, они расходятся. И она очень переживает. И в конце оперы она, в принципе, вешается в шнюре телефона. О, Боже. Я поняла, что это мне не очень-то нравится. Я это не смогу, ну, так, нормально показать. И я перевела по-другому всё это. Мне, ну, пять-шесть лет назад умела мама. И как-то всё это сошло в один такой, в такую идею. Там немножко эти призраки тоже на видео делаются. И я начала продумать тоже про это, что человек, когда умирает, говорят же, что у него есть ещё побольше части души. Вот так она умерла, она ещё не соображала это. Потому что там в опере есть одно место, где она говорит, что она не смогла уснуть, потом она взяла одну таблетку, потом две, потом двенадцать и всю пачку. И тогда ей стало страшно умереть. А я сделала, что как раз тогда она и умерла. Просто она не соображала. И сейчас она... Этот телефон, который там раньше... Алло, алло, мадам, раньше же было как? Мы набрали номер. Это и... На коммутатор. Да, на коммутатор, да. И тогда там была или женщина, или какая-то девочка, которая нас соединяла. Соединяла с тем номером, которым мы хочем. И я сделала, что это не телефон, и не эти девочки, а это её... Душа. Душа. Вот там две. Одна такая, которая хочет, ну, чтобы я что-то понял, а другая, которая всё пофиг. И она с ними как-то контактируется, и с ними разговаривает. И там всякое случается. И даже в конце ей разрешает... Не в конце, ей разрешает возвращаться в свою эту квартиру. И даже там заходит этот мужчина из первого акта, но он же её не видит. Он просто чувствует. И я хотела там тоже подключить такие чувства, что у него такое подозрение, что она где-то там. Ну, как у нас, когда кто-то умер, мы думаем, вот он сидел, я точно знаю, то на плечи он мне сидел, то на стол, то... Что рядом. Да, что рядом, да. Просто он не соображает, и к этому всему очень так, ну, непонятно относится. И она понимает, что она не может поменять жизнь, что жизнь надо было жить так. И тогда, когда это было дано. Но при всём том, жизнь была хорошая. Я как-то кончила на такой, что она поняла, что она любит свои эти все душевные сёстры. И себя, и как ей жизнь, когда ЖТМ, 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 там она повесилась. А тут я говорю им, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя... Я себя тоже люблю. И мы уходим по этой линии жизни, видео, потому что... Ну, это такая... Такая... Жизнь, и это была наша жизнь, она всё равно плохая или хорошая. Мы там что-то научились. Она у нас единственная, да? Да. Были такие моменты, которые нам что-то давали. И были счастья, и всё это, как книга, которую мы прочли только что. Вот я, честно говоря, вот слушаю вас, не понимаю, как это можно спеть. Да, это... И очень хочется послушать. Мы хотим напомнить, что премьера была в июле, да, прошлого года. И сейчас в мае можно будет увидеть, да, наверное, в Цессисе и в Лепое. И, говорится, и в Риге тоже ещё. В Риге тоже будет. Да. Мне кажется, 11 мая планируется. Санура, то есть вы, как режиссёр, привнесли свой более такой светлый, оптимистичный взгляд на материал. То есть вы привнесли больше любви и больше света в этот сюжет. Ну, я надеюсь. Надеюсь. И вы думали... Да, и вы совершенно не надеялись на музыкальный приз. Скажите, а когда вы получали Орден Трёх Звёзд, вот тоже, как вы узнали об этом? Мне просто позвонили, сказали, я тоже была таком. Это очень приятно, конечно, но мы же не для этого и работаем. Просто очень приятно, что заметили, что такое есть. А что для вас главное, когда вы делаете музыкальный проект какой-то? Мне главное, что я сама что-то выучиваю. Ну, мне очень нравится петь, мне нравится психология, мне нравится понимать людей, почему они так делают. И мне бы нравилось конструировать как бы эту проблему, которая... Потому что в опере, вообще в книгах мы же пишем про проблемы, в принципе. Но мне нравится находить выход из этих. И как это можно как-то по-другому досовершать. Да, как можно было сделать, чтобы вот... И чем больше я про это думаю, окажется, что есть многие варианты. И даже в самый последний момент есть многие варианты. Просто или они нам нравятся, или такая возможность нам, ну, как-то ментально и как-то не подходит. Да, и мы не хотим его уже выбирать. Это всегда есть этот выбор. Ну, ладно, если машина задавила на улице, и ты мёртв, ну, тут выбора не будет, да? Но тоже это выбор в таком смысле, что это принять. И, ну, вот, если говорят, что люди уходят по такой световой туннель, тогда это тоже пойдёт он по этому туннелю и скажет, нет, я всё равно здесь буду всем показываться в тёмных ночах, да? И, ну, не знаю, ну, я думаю, всё, что есть, оно... Да, мы злимся, да, мы переживаем многие разы, да, мы радуемся. Но это... Этот рассказ... Наша жизнь — это один рассказ родного человека. И то, как мы уходим, то, как мы живём, — это наш выбор. Санура, вот удивительно, что при том, что у вас уже три больших музыкальных приза, это главная музыкальная награда, Орден трёх звёзд, и множество главных партий на разных площадках, в разных театрах, и у вас четверо детей. Трое, вообще-то. У вас трое детей, то есть вы, получается, ну, как мама-героиня уже три. Четвёртый уже вырос, он сын моего мужа, который тоже у нас жил, и, ну... Ну, в принципе, четверо. Ну, да. Как вам удавалось это всё совмещать? Наверное, часто вас про это спрашивают. Вы знаете, я даже думаю, что с одним было бы труднее. Потому что один, он спрашивает всю энергию для него. А как побольше, они сами как тут, у них свои дела, да. То они эти дела со мной, то между собой, то с друзьями. И как-то я думаю, что это легче. Ну, вот вы знаете, та семья, которой мы помогаем на этой неделе, и в помощь которой подключен наш благотворительный телефон с сегодняшнего дня и до следующего вторника, это многодетная семья. Мама Гунта, ей 39 лет, у неё пятеро детей. Старшей девочке 14, мальчик 12. Средняя девочка Дарта, для которой мы посвящаем эту программу, и для которой всю неделю наш проект будет собирать средства на оплату лечения. Ей 5 лет, да. У неё диагноз ДЦП, это очень серьёзная родовая травма произошла, потому что все остальные детки замечательные, занимаются в музыкальной школе, талантливые, трудолюбивые, ответственные. Вот. И после этой девочки, у которой ДЦП, ещё девочка родилась, которой 3 годика, и совсем недавно в семье появилась девочка, которой год и 3. То есть это 5 детей. И естественно, что на оплату серьёзного лечения в семье, ну, просто не выкроет деньги, потому что мама, она вынуждена сидеть дома с этой больной малышкой. И живут они в Кокнесе, да, давайте скажем, это вот маленький городок, очень далеко от Риги, тоже им не выбраться сюда, к врачам особенно. И необходимая сумма 3750 евро. Это клиника польская в Люблине, ей нужно продолжить трансплантацию стволовых клеток. То есть первый курс ей оплатил фонд детский. И сейчас им сообщили, что средства закончились, и нет возможности оплатить. А прерывать эту терапию ни в коем случае нельзя. То есть вот мама, ей было очень неудобно, но вот она вынуждена была обратиться за помощью. 3750 евро, телефон 9-00-6-3-8-4, евро-42. Мы попросим Сонору, она поделится нашей публикацией на своей страничке в Facebook. Конечно. Вот, и мы очень надеемся, что удар-то все в дальнейшем... Да, и будет хорошо. Как в финале вашей пьесы, что вот эта наша программа... Перепишем этот сценарий немножко. Да, перепишем и принесем какой-то любви, света и надежды в эту семью. Я еще хочу добавить два слова, что мы ездили, мы в каждую семью ездим всегда лично, смотрим, знакомимся, все проверяем. Подчеркиваем всегда, что с денег, перечисленных на счет, который открыт для этой малышки Дарты, Дарты Страздине в фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем, с этих денег не берутся никакие проценты, никакие отчисления. Все деньги полностью пойдут на оплату трансплантации стволовых клеток. И вот мы поехали в Кокнес, и мама нам рассказывала. Но эту маму просто влюбились сами. Она сидит, улыбается, такая молодая совсем женщина, выглядит очень прекрасно. И она рассказывала про эту девочку. Она говорит, я таких детей очень мало сама видела, потому что этот ребенок с ДЦП, он просыпается с улыбкой. Она просыпается и радуется всему, что вокруг. Она смеется, она принимает все это, учитывая то, что у детей с ДЦП постоянные какие-то боли. И действительно так. И очень хочется ей помочь. Трансплантация стволовых клеток – это новая методика, которую уже несколько человек мы знаем, которые ездили в эту клинику, и реально помогает в лечении. Будем сообщать вам о результатах этого всего. 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента за звоночек. Спасибо за каждый звонок вам. Наша гостья – певица Санура Вайтс. Санура, скажите, вот в вашей системе ценностей сейчас что на первом месте? И в принципе, если вы посмотрите на себя на пару десятилетий назад, меняется как-то эта шкала ценностей? Они вырастают. Они становятся как-то чище, и мы начинаем как-то понять ценность этих ценностей. И некоторые, может быть, ушли, которые были. Переоценка такая. Переоценка идет, да. И приходит больше спокойствия и больше понимания, как это сотворить. И если это невозможно на тот момент, мы просто понимаем, какая дорога должна быть пройдена, чтобы это стало возможным. Хорошо. Да. И не хочется так вот сейчас, даже вчера, да. А ты понимаешь, что, ну, вчера, если это не случилось, значит, надо что-то сделать, чтобы он сегодня вечером или завтра, ну, или… То есть яблоко должно созреть, да? Да, да. Потому что иногда даже если случается что-то раньше, не всегда это к благу. Да. И, ну, хочется, чтобы это было все при спокойном ощущении, да, чтобы это все осознанно получилось потом, по-хорошему, да. Не просто вот что-то сделал, что-то натворил, свое достал, а там вокруг много мертвых, да. Это тоже не вариант. Да, какой ценой. Да, какой ценой. И иногда сейчас в это время, когда сейчас идет, такое ощущение, что люди о зверей и хочут какие-то свои идеи, которые, может быть, даже хорошие, видвинуть в таком довольно военным образом, который в конечном… Насильственном. Насильственном. В конечном это не будет ничего хорошего, потому что надо соображать, если даже идея хорошая, а ты кому-то делаешь, от этого очень больно, и в такой больном виде, что ты соображаешь, что ты плохо делаешь, просто идея там продвинется, да, эта идея рухнет потом. Просто так действует, потому что в идее надо ставить много любви. Вот главное. Да. Даже если надо от чего-то отказаться, это надо уметь сделать с любовью. Тогда эта идея подвинется, потому что… Если это уже кому-то было больно от этого, да, эта идея не продвинуться хорошо, потому что она уже идет со своей такой тяжелой, и люди уже не верят в этой идее, потому что они видели, кому-то было больно. И в конце остается очень мало людей, которые это могут творить, потому что люди уходят, потому что они понимают, что это не… Это как-то… Неправильный путь. Неэтично. Да. Мы сейчас прервемся на буквально две минуты на рекламную паузу и продолжим. Да, вот очень скоро разговор с Санурой Вайц. Да. Слушайте Радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...